Как функционирует ваша Linux-система? Как просто какого-то набора программ, установленных на компьютер В общем, с разных сторон мы потыкали палочкой нашу операционную систему Даже как ее настраиваете, частично посмотрели Не посмотрели, только главное, собственно, почему операционная система Это что вообще такое? Напоминаю, что у нас был разговор где-то в самом начале Про то, что операционная система это такой программный комплекс То есть это штука, которая внезапно оказывается на вашем компьютере И решает там три класса задач Унификация доступа к ресурсам компьютеров К ресурсам компьютеров, разделение доступа к ресурсам компьютеров И частично протоколирование, журнализм Не знаю, как правильно сказать Потому что на самом деле вот это протоколирование, журнализм Нужно для того, чтобы потом эффективнее организовывать доступ И разделение этого доступа Чтобы там отдельные субъекты системы не перебрали себе ресурсы Но тем не менее, это очень важный компонент Потом мы нарисовали такую условную картинку Что у нас есть ядро операционной системы Которая обеспечивает всю базовую функциональность Связанную с доступом к ресурсам С разделением, учетом и унификацией А вокруг этого ядра навершено очень много дополнительного софта Который, собственно, превращает вот эту базовую функциональность Которую могут пользоваться только программисты, причем системные Во функциональность прикладной У которой могут пользоваться программисты не системные, а прикладные Которым могут пользоваться пользователи, запускающие отдельные программы Ну и так дальше Получается такая архитектура, состоящая из ядра Каких-то утилит для работы с внутренностями операционной системы Каких-то приложений, работающих с прикладными задачами Ну и еще там в промежутке где-то будут болтаться библиотеки Оформляющие способ доступа Оформляющие То, что называется API Приклещенный программ интерфейс Вот Очень бы хотелось рассмотреть вопрос Откуда они вообще взялись? Все эти библиотеки, все это ядро Все эти компоненты вашей системы Все эти программы, которые мы запускаем Вот Помните, у нас был занятий, где мы посмотрели Сколько программ лежит в каталоге USR BIM Вот Ну вот на этом компьютере сейчас их 2500 штук Строки Значит Количество строк, количество слов, количество символов Поскольку LS, видя, что у него стандартный вывод не является экраном Выдает Все в одну колонку И поскольку Несмотря на то, что пробел может входить в имя файла Так обычно не делают По крайней мере с запускаемыми программами У нас количество слов совпадает с количеством строк Вот Вот если мы Что я не так сделал? Наверное, минус C надо сказать Вот Если мы насильственно, скажем Выводить в несколько колонок То у нас эти числа будут неравны Я вангую, что там было две колонки Вот И правда две Ну вот Тут Значит Тема, в которую мы вступаем Она такая двойственная И я думаю, что мы как раз для последней лекции ей посвятим С одной стороны Нам интересно Как вообще оказываются вот эти программы На нашем компьютере И что с ними можно делать А с другой стороны Было бы очень Недурственно узнать Почему вообще возможно Такая ситуация Что у вас Установлена операционная система В которой Многие тысячи программ Установлены И при этом И при этом вроде как Никто не просит за нее денег Дело тут, конечно, не в деньгах Или вернее, скажем Деньги здесь не играют решающую роль Но в принципе Подумать о том Как Подумать о том Как компенсируются очевидные многие затраты ресурсов При разработке операционной системы Было бы интересно Потому что На самом деле Я об этом, видимо, скажу в следующий раз На самом деле Вся идея очень простая Любой человек Который может Потратить какую-то долю своих ресурсов На улучшение операционной системы Это делает И поэтому она улучшается Так что мы начнем Вот эту неразделимую проблему Мы начнем рассматривать С одной стороны Со стороны технической С технологической А именно Откуда все это берется Как оно Сопровождается Я имею в виду Программное наполнение Операционной системы И что с этим вообще делать Сейчас попробую подумать С какой стороны К этому подойти Наверное, стоит Рассказать вот Представим себе Что мы задались Целью Собрать операционную систему Собрать в буквальном смысле Что называется С миру по нитке Из отдельно Разрабатываемых Продуктов Каждая из которых Имеет собственную цель Программных продуктов Каждая из которых Имеет собственную цель Свою комьюнити Каких-то Ключевых разработчиков И так далее Вот Собственно говоря Идея Создания операционной системы Полностью свободной Овладела массами Еще очень давно Проект Гну Который Которому мы Благодарный За свободную Лицензии Когда-то Очень давно Задумал Свободную Операционную Систему Которая Называется HR Вот Она до сих пор Существует Но Развивается Не очень сильно Как будет устроено Как будет устроено Такое Такой Программный комплект Со всей очевидностью Он должен состоять Из многих Компонентов Которые По желанию Можно туда настроить Настроить Над тем Что уже есть Или удалить Первая Первая Мысль Которая Приходит в голову Давайте все Соберем сами Соберем В смысле Скомпилируем У нас есть Ядро Операционной Системы Которое Мы берем Из одного Места У нас Есть Необходимые Для сборки Ядра Программное Окружение Которое Мы берем Из другого Места Вот И мы Это ядро Собираем И вот у нас Первый компонент Системы готов Скомпилированное Ядро Сообразно Профилю Сообразно Тому Как мы его Может быть Перенастроили И так Дальше Мы Подгребаем Исходные Тексты Необходимых Утилит И так же Их Компилируем Собираем Из них Бинарники Дальше Мы подгребаем Еще что-то Еще что-то Ну и Худо-бедно Таким способом Мы можем Через Несколько Человека Месяцев Получить Не человека Компьютера Месяцев Через несколько Месяцев Непосредственной Компиляции Может быть Даже быстрее Через неделю Через неделю Непосредственной Компиляции Исходных Текстов Получить Программный Комплект Состоящий Из ядра Утилит Нужных Нам Приложений И использовать Это На компьютере В свое Удовольствие По крайней мере Так Представлялось Понятие Операционной Системы Где-то Ну скажем Лет 30 назад Может быть Даже 40 Дело в том Что в те поры Развитие Программного Обеспечения Было достаточно Медленным То есть Если там Компьютер Создавался 5 лет То и Программное Обеспечение Для него Создавался Лет 5 Вот за эти Лет 5 Мы вполне Могли Написать Качественную Операционную Систему И в общем Ее Хорошенько Задокументировать Все Однако Давайте Мы это Уберем А это Можно Тоже Убрать Может быть Тут Интереснее Вот Однако Вот эта Идея О том Что все Собирается Из-за Сходных Текстов Она Имеет Три Неприятные Стороны Две Из них Мы будем Рассматривать В следующий раз А третья Состоит В том Что Все Эта Сборка Может У вас Просто Не пойти Или Она Идет Долго Ну Долго Да Ладно Мы можем Потерпеть Но Может Просто Не пойти Что-то Случилось Не так Что-то Пошло Не так Вы Недостаточно Компетентный Программист В области Чтобы Чтобы Собрать Лучше Зато Мы можем Пропустить Все Стадии Сборки И Начать Прямо Со Стадии Инсталляции Этому Очень Способствует Этому Очень Способствует Структурирование Файловой Системы Unix Вслед за ним Linux Очень Четко Иерархическое То Что Называется Файлсистем Иерархи Стандарт Где Всегда Заранее Известно В какое Место Надо Закладывать Наши Бинарники В какое Место Надо Закладывать Библиотеки В какое Место Закладывать Документацию И так Дальше То есть Мы в принципе Можем Организовать Дистрибуцию Наших Программных Продуктов Таким Образом Что мы Делаем Из них Архив Этот Архив Называем Ну скажем Пакетом И эти Пакеты Распространяют О том Почему это Возможно И какие Там Есть Интересности Будем Говорить В следующий Раз А сейчас Состоточимся На понятии Пакет Итак Что такое Понятие Пакет У пакета Должна быть Возможность Его Получить Установить На нашу систему Никому При этом Не повредив И удалить Из нашей системы Никому При этом Не повредив Вот это Никому При этом Не повредив Собственно Ключевой Момент Когда мы Принимаем Решение Как будет Устроена Система Пакетирована Вариантов Здесь В общем Два Ну то есть Варианта Три Есть еще Вариант Мы поставили Монолитную Операционную Систему И ничего Там Не меняем А Обновление Ее Идет Как обновление Прошивки Берем Сносим Предыдущую Всю Операционную Систему И ставим Новую Что там При этом Изменилось Об этом Пускай Голова Заботится У тех Кто Операционную Систему Изготовил И если Она Небольшая В действительности Прошивка То так Наверное Даже Удобнее Люди Собрали Новую Прошивку Ее Хорошенько Оттестировали И давай Ее Распространять Вместо Става Если же Мы имеем Дело С большой Операционной Системой Общего Назначения Такая Картина Конечно Нам Не годится И нам Надо Принимать Два Других Решения Либо То что Мы Называем Пакетом Это Такая Немножко Монада Такая Спинозовская То есть Она Содержит Все Необходимое Для работы В себе И Про окружающий Мир Ничего Не знает Ну за Исключением Того Что Она Работает На Ядре Линукс И Возможно Пользоваться Библиотекой Липси Все остальное Эта Монада С собой Таскает И Тем самым Обеспечивая Нам Такой Достаточно Примитивный Механизм Установки И Удаления Вот Он будет Заключаться В том Что мы Берем Этот архив Целиком Его куда-то Распаковываем Сообщаем Нашей Программе Сообщаем Значит Возможно Сообщаем Программе Которую Программу Продукту Которую Мы в этом архиве Распространяем В какое место Его распаковали Если его это интересует После чего Он запускается И работает Все Проблем В общем Никаких За двумя Исключениями Исключение Первое Это Как ни странно Объем Представьте себе Что У нас Есть программа Которая Ну пользуется Не знаю Там Графическим сервером И набором Значит Графических библиотек Которые рисуют Кнопчики Менюшки Вот это все Вот На самом деле Довольно нехилый набор Графических библиотек Ну не знаю Там какой-нибудь Бэйс Корен А все 4 мегабайта Да Да понятно Их там много На самом деле Вот На самом деле Кутэ 5 У нас Вот в таком виде А Я просто не то смотрел Вот другой разговор Вот Если у вас Если вам кажется Что 37 мегабайт Это очень маленькая библиотека Ну вспоминаем Сколько весит дистрибутив Ну не знаю Там каком-нибудь Не знаю Обычного хрома Под обычную винду Вот А лучше Нет Про танчики Давайте не вспоминаем Еще про офис Вспомним давайте Которые уже По-моему Ну вот То на самом деле Линуксоид Глядя на вот этот размер Говорит Уууу Какая здоровая Вот А у меня может быть Что-нибудь есть Тут в опции Нет Ничего нет Ну хорошо Не буду приводить пример Короче говоря Вот этот размер 37 мегабайтов Это действительно очень большая библиотека Очень большой компания Вот А если Мы придерживаемся Придерживаемся вот этого принципа Монолитности нашего пакета То такие размеры будут Минимум в 10 раз больше Минимум в 10 На самом деле Может быть еще больше Вот Но это даже на самом деле Не главная проблема Главная проблема состоит в том Что Вот эти Привносимые нами С пакетами Библиотеки Например Вот библиотека В любых этой вебке Согласно нашему принципу изолирования Каждое приложение Будет работать со своей копией Со своей версией И загружать Свою копию в память То есть Фиг бы с ним с диском У нас наступит толчая Одинаковых Загружаемых библиотек Прямо в память И еще не факт Что это хорошо будет Работать Потому что Приложение загружается И оно спрашивает Как это обычно делается Нет Оно все-таки смотрится С какого файла это делается Так это два разных файла было Окей Они назывались по-разному Окей Они назывались по-одинаковому У них были даже одинаковые версии Но их собирали в разное время В разных местах Вот То есть На самом деле Мы Главная проблема Это проблема Не только объема Но и проблема разноверсицы Проблема разноверсицы Когда у нас есть Одна и та же функциональность Предоставляемая Внутри каждого нашего Монолитного пакета Отдельной сущностью Может быть решена Как мы только что обсуждали Самыми различными способами Способ первый Мы делаем полностью Ограниченное окружение Как это сделано Скажем В Макосе Да Когда у нас есть Небольшой Небольшой объем Базовых библиотек И функций ядра Которые предоставляются всем И все остальное Четко изолированное В рамках нашего приложения В рамках нашего пакета И подгрузка соответствующих библиотек Ни на что не влияет Только память пожарает Да Два раза по 37 мегабайт Два раза по 37 мегабайт Будет нельзя 370 мегабайт Ну вот это все Второй вариант Кто первый стал Того и тапки Мы подгрузили библиотеку Которая называется Конкретно Не знаю Как-нибудь А что она не так Как-то пишется А она где-то В userlib.qt лежит Да Вот Они тут лежат Нет Давайте посмотрим Где-то все лежит Вот А там Кутэ большое Подгрузили конкретно Библиотеку У которой есть Конкретное версионирование Номер версии 5.7.1 И если какое-то Другое приложение Попросит Такую же Она получит ее А не ту С которой она приехала Тут возможно Удивительные совершенно Вот тут люди сидят Улыбаются Удивительные совершенно Сайд эффекты Потому что Еще раз повторю Если эти две библиотеки Не идентичны Собраны в разное время На разных хостах С разными опциями Возможно даже Из разных исходников То конечно Функционирование Будет довольно странное Вплоть до того Что это просто Не будет работать Потому что у нас Внезапно окажутся Разные размеры Объектов в памяти Мы будем там Дереференсить память Которая на самом деле Не принадлежит нашему объекту Все радости Программирования НОСИ Нас встретят В полный рост Другой подход Если мы не пользуемся Минолитным пакетированием Состоит в том Чтобы пакетирование Было разделенное То есть В каждый пакет Входит только Та функциональность Которую он предоставляет А все остальные Программы Которые мы будем Запускать Этой функциональностью Пользуются Тем самым Мы убиваем Сразу Несколько зайцев Первое Если у нас Возникла ошибка В исходном коде Какого-то Какого-то из компонентов Мы его Правим Обновляем И одновременно Эта ошибка Перестает проявляться Везде Во всех Программах Которые этим компонентом Пользуются Допустим Вот в этом самом Веб-ките Была найдена Какая-то страшная ошибка Мы его обновили И все программы Которым нужно С помощью Библиотеки Куте Что-то делать С HTML И показывать ее Или ходить за ней Я уже не помню И то и другое Кажется она умеет Вот Все эти программы Больше этой ошибки Не содержат Если конечно Если конечно При этом Не поменялся Оби Не поменялся Программный интерфейс Программный интерфейс Библиотеки Да там Размеры объектов Остались те же Описание функций Остались те же А пи тоже не поменялся В этом случае Да Ошибка Исправляется просто Симблесли Прозрачно Для всех приложений В случае Если В процессе Обновления И изменения Одного компонента Меняется его Оби То нам нужно Также поменять И все Компоненты Которые в этом Оби пользуются То есть Вся программа Которая собрана С этим Иначе И просто Не запустится Таким образом У нас Возникает Понятие Совместимости И понятие Зависимости В принципе Понятие Совместимости Оно и в первом Случае Возникает Если мы Внезапно Подсовываем Одну библиотеку Вместо другой То может Ничего не заработать Только у нас Нет средств Контроля Этой совместимости В случае Когда у нас Раздельное Пакетирование Мы Без средства Контроля Совместимости Вообще Ничего сделать Не можем И поэтому На сегодня Давайте предположим Что она есть То есть Что у вас есть Некий инструментарий Который позволяет Для каждого Вашего компонента Проверить В действительности Что он совместим Со всеми остальными Звучит Немножко Конечно Сказочно Но поверьте мне Так оно и происходит Вот И Вы как пользователь Пользуйтесь результатами Работы Этого инструментария То есть Те пакеты Которые вы ставите Заранее известно Что библиотеки Подходят к тем приложениям Которые используются Что они Правильной версии Что обновления Влекут за собой Исправление ошибок И Обновление тех компонентов Для которых Оно потребовалось И так дальше Второй бонус Это разумеется Размер Я уже говорил Что вот Это одна из самых Крупных библиотек Целых 35 мегабайтов Занимает 20-30 Вот Третий бонус Это Отсутствие разноверности Как таковой Если в вашем В вашем В вашей системе Присутствует Несколько версий Одной и той же библиотеки То Это скорее исключение Чем правило Такое бывает Потому что Например Какие-то приложения Просто органически Не могут быть собраны С более новой версии Поэтому все еще Присутствуют более старые Вот Но Это скорее исключение Главный При этом Недостаток Который внезапно Возникает Это понятие Зависимости Смотрите Теперь Мы не можем Просто поставить Библиотеку Веб-кит И просто поставить Какую-то программу Которая этим Веб-китом Пользуется А если мы Программу поставим И библиотеку Нет Тут программу Даже запустить Будет Нельзя Вот смотрите Сейчас Какой-нибудь Вот вам Пожалуйста Некий бинарник Который называется Кутэ броузер Не имеет отношения К броузеру Если не ошибаюсь Это Альтератор Так выглядит А это справочник Правильно Да Это часть Кутэ Вот Соврал Так вот Некая программа Которая называется Кутэ броузер Просмотрщик документации Внутренней Кутэшной Зависит Вот от таких Библиотек Она их Использует Соответственно Если у нас Не установлен Пакет с этой Библиотекой Эта программа Работать просто Не будет Таким образом Наша система Пакетирования Которую мы Сейчас изобретаем Должна в себе Содержать Понятие Зависимости То есть Утверждение Что Вот данный Пакет Не может быть Поставлен Без данного Другого Пакета А данный Другой Пакет Не может Быть Поставлен Без данного Третьего И так Дальше Получается Такое Дерево Это В случае Если вам Хорошо Повезло Ориентированный Граф Если вам Просто Повезло Вернее Сеть Пардон Сеть То есть Ориентированный Граф Без циклов И ориентированный Граф С циклами Если вам Не повезло Понятно Чем плохо Ориентированный Граф С циклами Если у вас Есть цикл Зависимости Вы можете Поставить Только все Пакеты Вместе Ну потому Что Один Требует Другой Треть А третий Требует Первый Вот Помимо Самого Понятия Зависимости Там где-то В бэкграунде Еще лежит Необходимость Эти зависимости Как-то Генерировать Прописывать Короче говоря Повышается Ваша ответственность За происходящее Если вы сделали Изолированный Какую-то прогу То Вы Внутри Этой программы Все как Хорошо Как надо Сделай А снаружи Там трава Не расти Лишь бы Ядро Было Если вы Написали Если вы Сделали пакет В рамках Нашего Дистрибутива И в рамках Нашего Хранилища То На вас Ложится Ответственность Либо Сделать его Таким Чтобы все Хранилище Что мы Были Совместим С той Частью Хранилища Которое Требуется Которое Требуется Либо Модифицировать И доработать Ту часть Хранилища Которое Изменится Изменим Вашего Пакета Мы с вами Останавливаемся На втором Способе Потому что Способ Первый Он Такой Немножко Нелинуксовый Сейчас Идут Какие-то Брожения Умов На предмет Того Не придумать Ли нам Какой-то Способ Изолированного Пакетирования И не делать Для дистрибутива Из него Но пока что Дальше Дальше Придумок Дело Не пошло То есть Я не видел Работающую Систему Которая Таким образом Устроена За исключением Макос Но Макос Не Линукс Там Собственно Разработка Закрыта И в этом Весь смысл Да Мы все еще раз Поговорим Как открытая Разработка Помогает Способу Раздельного Пакетирования Итак Тогда вернемся К нашему Понятию Пакет Итак Пакет Это список Файлов Архив В котором Совершенно четко Известно Где Какой компонент Лежит Библиотеки Лежат Тут Бинарники Лежат Где у нас Там был LSBIN Бинарники Лежат Скажем USRBIN Еще где-то Ну и так дальше Документация Лежит USR Значит Пакет 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 Архив Там Давайте В конце Впишем Понятие Зависимости Зависимости Которое мы только что Поговорили Мы еще поговорим Про это Что нужно еще Возможность Устанавливать И удалять Возможность Устанавливать Как бы Взял и Развернул Архив Сразу Возникает Понятие Конфликтов Было бы Очень здорово Если бы При развертывании Этого архива Ни одного Содержимого Других Пакетов Не пострадал Кто-то Должен Задуматься О том Чтобы Хотя бы По файлам Не было Таких файлов Которые Принадлежат Одному И тому же Которые Один и тот же файл Принадлежат Разным пакетом И при этом Они еще и там Разный потенциал Вот Что касается Удаления Пакета То тут Возникает вопрос А какие файлы Удалять Значит Помимо того Что пакет Это архив Понятие Установка Пакета Включает в себя Прописывание В какую-то Специальную базу Нанных Простейшую Какие файлы С этим пакетом Приехали Да Регистрация Так Пакет Пакет Это тоже ничего Вот Что такое регистрация в системе Список файлов Версия Ну название Это понятно Идентификатор Обычный имя Пакет Если мы Такую штуку Придумаем Это будет означать Что Мы можем спокойно Этот пакет Потом удалить Установка Удаление Потом Мы это еще допишем Что нам еще Хотелось бы От пакетов Кроме того Что мы можем Устанавливать И удалять Что Обновлять Мы хотим Обновление Это уже Тогда включается Понятие Репозитория Поэтому пока что Давайте думать Про сам пакет В первую очередь Что мы можем Хотеть от пакета В первую очередь Мы наверное Мы наверное Хотим Некоторые файлы Которые идут В составе пакета Впоследствии Редактив А вот Проверять цельность Давайте сначала С этим разберемся Значит Это не просто Архив Это архив Про который написано Грубо говоря Контрольную сумму Каждого файла Из которого он состоит Потому что Если Контрольная сумма Изменилась Значит файл Изменился И с этой ситуацией Надо что-то делать Допустим Если это какой-то Критически важный Для системы Компонент То тот факт Что у него Изменилась контрольная сумма Говорит Либо о порче Носителя Либо успешно Проведенной атаки Либо о чем-нибудь Таком Да Значит Целостность А можно Выйти туда И сказать этим людям Чтобы они Не шумели Вот Миша У тебя как раз Будет грозное лицо Спасибо большое А то мне кажется Что они не знают Что здесь есть О Да Значит Все ли файлы Сходящие в состав Пакета При проверке Целостности Должны вызывать Такой триггер А у нас файл Изменился Все плохо Давайте чинить Очевидно Нет Потому что У нас есть Мы про это говорили Относительно недавно У нас есть Целая категория файлов Которые Собственно Предназначены Для того Чтобы мы Меняли их контрольную сумму Это настройки Это настройки Вот мы пакет Установили У него есть Настройочный файл Какой-то По умолчанию Было бы неплохо Этот настройочный файл По умолчанию Под себя настроить Что при этом происходит При этом контрольная сумма Давайте мы Прямо впишем Тут контрольная сумма Контрольная сумма Дальше Давайте даже Мы не так сделаем Мы Мы Сделаем такой Под списочек Что тут Что тут Что тут должно быть Да Контрольная сумма Вот Так вот Для файлов Которые менять не надо У нас Несовпадение Контрольной суммы Будет означать порчу Для файлов Которые менять надо Для конфигов Несовпадение Контрольной суммы Будет говорить о том Что мы этот файл Поменяли И с ним надо Как-то по-другому По-другому поступать В случае Убновления И удаления Пакета Вот Значит Тип Файла Изменяемый Неизменяемый Но на самом деле Там есть еще и другие варианты Например Файл может отсутствовать При установке И присутствовать При удалении Это какой-нибудь кэш При удалении пакета Пакета было бы неплохо Его кэши тоже снести Вот При этом они могут И не существовать Такие Воображаемые файлы Вот Но вот Изменяемые Неизменяемые Это как раз Довольно важная штука В разных В разных Конкретных Реализациях Понятия пакет Возможно Работа с изменяемыми Неизменяемыми Файлами Происходит слегка Не одинаково Но общий принцип такой Если мы пакет Устанавливаем Давайте здесь еще впишем Установка Удаление Обновление Если мы пакет устанавливаем К ним приезжает конфигурационный файл Тот факт Что Контрольная сумма Не изменилась Означает Что это тот же самый файл Который был в пакете Мы можем его удалять Когда будем удалять Смело Если контрольная сумма Не заменилась То Файл Конфигурационный файл Можно смело удалять Он из пакета поставится Возможно Даже лучше Из нового пакета Он поставится Возможно Даже лучше Чем был из старого Потому что Новый конфигурационный файл Может быть Слегка новой версии Если Пакет обновляется Такой Неизменившийся Конфигурационный файл Можно смело удалять и ставите на его место обновленный. Если же контрольная сумма конфигурационного файла изменилась, то, например, при удалении пакета было бы неплохо где-нибудь этот измененный конфигурационный файл запасать. Ну, смотрите ситуацию. Вы, значит, разрабатываете какое-то решение. Сели настраивать какой-нибудь сервис, не знаю, там, опаш какой-нибудь страшный. Наплодили там конфигурационных файлов. Наизменяли имеющиеся. У вас лежит, в этом все лежит в вашем каталоге. Потом по какой-то причине вам пришлось этот пакет удалить. Ну, не знаю по какой. Например, тот хост, на котором вы это делали, ну, на нем нельзя запускать, нельзя хранить этот пакет. Или еще чего-нибудь. Короче говоря, вы пакет удалили, и конфигурационные файлы, на котором вы трудились, внезапно пропали, потому что они пропали. Так делать, конечно, не надо. То есть, в случае, если конфиг файл изменен, а пакет удаляется, его надо куда-то перенести или переименовать. Короче, что-то с ним делать, чтобы он не мешал последующим поколениям, но при этом существовал. Если же вы пакет обновляете, то есть ставите пакет с новой версией вместо пакета со старой версией, все еще хуже. Что делать с конфигом, если пакет просто обновляется? Ну, если, на ваше счастье, синтаксис этого конфигурационного файла вообще никак не изменился, и обновление не затрагивает разбор конфигмента, то надо просто оставлять старый, как он был, и не мучиться. Но может быть такая штука, что с новым пакетом проезжает новый конфигурационный файл, в котором что-то поменялось. Тогда у вас вообще ситуация неразрешимая без применения мозга. У вас, с одной стороны, есть старый конфиг, который вы меняли, с другой стороны, есть новый конфиг, который поменялся у разработчика. Надо из двух сделать один. Здесь разные уровни дисциплины требуют разных подходов. Если, допустим, вы очень серьезное сообщество, как, например, Debian, то у вас есть прямо в полисе написанные правила «После обновления пакет должен продолжать работать». Что это значит? Это значит, что вы, как монтейнер, как человек, который формирует вот этот самый пакет, должны предусмотреть некую программу, которая возьмет из двух конфигов, из старого модифицированного и нового не модифицированного, сделать один новый модифицированный, и он будет работать. Это не всегда возможно. Но, как показывает практика, довольно часто это возможно. Если у вас уровень ответственности не такой высокий, пакет не такой критичный, можно просто сделать так. У вас останется старый конфиг, а новый конфиг приедет в специальное имя, и потом вы скажете администратору, что он вручную их слил. Это возможно всегда. Возможно вариант. Он, наверное… Слушайте, идентификатор пакета пускай называется именем. Ну, что идентификатор пакета пакета. Да, значит, как следствие… Как это правильно сказать? Поддержка, удаление, обновление. Ну, и всякие предыдущие варианты. Например, файл может меняться, но заморачиваться с ним не надо, вот с этим переименованием. Какой-нибудь кэш или еще что-нибудь. Вот это. Так. Что еще? Этого мало. Если бы регистрация в системе пакета… Скажем так, если ваш пакет стоит только из данных или из каких-то утилит, которые вы потом будете запускать, все хорошо. Вполне возможно, что пакет является компонентом чего-то еще, и ему при установке, а, кстати, при удалении тоже, необходимо не только расположить в разные места нужные файлы, но и дернуть какой-то компонент системы, скажем, запустить какую-то программу переконфигурации. Типичный пример – это библиотека разделяемая. Когда мы ставим разделяемую библиотеку, ее, вообще говоря, никто не видит. Если мы просто подкладываем файл в какое-то место, его никто не видит. Нам нужно запустить программу LDConfig, которая бы обновила кэш имеющихся разделяемых библиотек, и тогда, значит, в этом кэше ее имя станет доступно, и все сразу начнут ее видеть. Вот. Или это только каталогов касается? – Ну, если она была загружена, касается, или была в кэше. – Ага. – А если в кэше не была, загружена была, то, в принципе, можно и не дергать. – Можно и не дергать, да. Ну, например, вы ее обновили, да, было бы очень недурно, чтобы операционная система внезапно узнала, что та библиотека, которая в памяти, это уже не та библиотека, которая найдется. Вот. Или если вы положили в какой-то специальный каталог эту библиотеку, и ее там должно быть видно, значит, этот каталог… – Если ее просто нет в пункте. – Да, да, если ее нет в пути. – И так дальше. Другой пример. Какие-нибудь модули для имеющегося сервера. Скажем, у вас есть веб-сервер? Вы, бац, добавили к нему возможность, ну, не знаю, там, писать прямо в него программы, не знаю, там, на Перли. Вот. Или на Питоне. – Стоит у вас в шарфе, куда-то перечитать? – Короче говоря, при установке и удалении пакета помимо стандартной регистрации в системе, которую пакетный менеджер сделает сам, у вас, возможно, будет необходимость дополнительного запуска каких-то программ, которые эту установку или это удаление, или это обновление поддерживают. Это так называемые установочные и прочие сценарии. Я не знаю, как правильно сказать. Они вообще называются установочными, но они же запускаются и при обновлении, и при удалении, а в ДиБиане еще и при конфигурировании пакета. Написать сюда служебный, никто ничего не поймет. Я напишу так. Установочные и прочие. Идея в чем? Вы можете в процедуру установки пакета забить руками вот эти свойства стандартные. Пакет ставится, эти свойства поддерживаются. Но для каждого пакета индивидуально должна быть возможность определить какой-то набор команд, которые должны быть выполнены при установке, обновлении, удалении, а в некоторых случаях еще и при попытке перенастроить этот пакет. И вот этот набор команд, он уже чисто индивидуальный. Модуль Апаша должен перезагружать Апаш, библиотека должна перегенерировать LDcash. Приложение, которое приносит с собой, допустим, иконку на рабочий стол, вообще говоря, должно перегенерировать кэш-иконок, если приложение регистрирует за собой обрабатку маем-тайпов, давно перегенерировать кэш маем-тайпов, ну и так дальше, и так дальше, и так дальше. Вот. Вот эти установочные сценарии, суть индивидуальные действия, которые нужно производить при установке, удалении, обновлении и возможных приборах с пакета. Забегая немножко вперед, скажу, что вообще говоря, эти сценарии делятся на два вида. Первый вид – это сценарий, который определяется вручную. То есть у вас прямо в пакете написано «при установке запускать такие-то программы и делать то-то, то-то и то-то». Как правило, это очень индивидуальные штуки, решения относительно которых принимает, собственно, сопровождающий пакет. Вот какой-нибудь модуль Капаша, хотя даже модуль Капаша может триггером держаться, какой-нибудь плагин к какому-нибудь редактору, который требует перезапуска системных конфигов, перенастройки системных конфигов этого редактора, наверняка про него знает только автор этого редактора, и поэтому при установке этого плагина надо запускать какую-то программу, которая будет этот конфиг перегенерировать. Вот. Как это назвать? Явные. «Остановочий сценарий». Но гораздо чаще встречается ситуация такая. Ваш пакет содержит библиотеку. Если он содержит библиотеку, все равно уже известно, что надо запускать программу LDConfig, которая пересоздает кэш-библиотеку. Ваш пакет содержит иконку. Уже известно, что надо запускать обновлятель кэша-иконок для того, чтобы его было хорошо видно. Что? Манфайл. Ваш пакет содержит документацию в формате MAN. Значит, нужно запускать перегенерилку базы MAN, в которой апдейт... Забыл. Апдейт-дб называется. Вот. И еще чего-то. Вот. Таких ситуаций на самом деле для пакетов даже больше. Таких частых. Даже больше, чем ситуации, когда вам нужно явно указать, чего где перегенерировать. Они называются триггерами. И означают запуск действий по типу расположения у файла. Это не команда редактора 2.6. Окей. Это было так иначе 2.6. Вот. Это не имеет прямого отношения к тени нынешнего семестра, но наличие триггеров, о которых договорились сопровождающий пакет, очень сильно разгружает задачу сопровождающего пакета. Я написал в библиотеку, у меня трава не растет. Я сделал шрифт. Я, в общем, не заморачиваюсь сообразно, какой полисе эти шрифты регистрируются в нашей системе. Я просто кладу шрифт. Тот факт, что это шрифт, повлечет за собой запуск, соответственно, триггера, который будет перегенерировать соответствующую шрифт. Вот. Я сейчас говорю про триггеры, потому что вы можете счесть тот факт, что установился пакет, и внезапно от него иконка появилась в меню, некоторым чудом. Вот. Потому что никто вроде ничего не делал. В пакете нигде не было написано «Засандалить иконку в мое меню». Вот. А на самом деле это сделал триггер. Что мы еще можем хотеть от пакета? Что мы можем хотеть от пакетов? Вообще говоря, вот установочный сценарий – это такая таблетка, с помощью которой все остальное, что мы можем хотеть от пакетов, решается. Потому что мы пишем произвольный скрипт, который запускается. Все. Вот. Но пока мы формулировали вот эти свойства, которые мы хотим от пакетов, у нас наросло несколько свойств, которые при этом у них образуются. Ну, назовем это требование, а вот это – свойствами. Во-первых, у нас появилось три понятия – установка, удаление и, главное, обновление пакета. Что это означает? Это означает, что… Да, значит, это, как ясно из предыдущего, это довольно непростая процедура – установка, удаление, обновление, вот, которая включает в себя разные хитрости. не просто архив, а архив вот с такими свойствами. Что это означает? Это означает, что у нас должно быть понятие «установщик» пакета. Отдельная программа такая. Он же удаляйте, он же обновляйте. Понятие «обновление» означает, что у нас, помимо просто установки, есть еще такая штука – удалить более старый пакет, поставить более новый и ничего при этом не поломать. Вот. И, кроме того, по всей видимости, хотя это немножко лежит в стороне, собственно, обновление означает, что у нас есть какая-то штука, которая сравнивает две версии пакета, да, значит, одна версия меньше, другая больше, и поэтому вторая у нас идет вместо первой. А давайте мы прямо здесь… А, вот что, у нас еще есть альтернативы, наверное, можно конфликты альтернативные сюда впихнуть. Не знаю, надо ли. Стоит, наверное. Смотрите, не все конфликты не нужны. То есть, может так случиться, что у вас в операционной системе есть несколько программ, которые одинаково называются, но на самом деле являются различными бинарами. Ну, как-нибудь программа «Синдмейл». Программа «Синдмейл» нужна для того, чтобы осуществлять локальный «Синдмейл» и отсылку почты. У нее достаточно стандартные ключи, и любой приличный почтовый сервер содержит в себе программу «Синдмейл». Более того, так уж получилось, что многие другие программы хотят именно, чтобы была программа «Синдмейл», которая работает так, как он нужен. Что получается? Получается, что у вас конфликт, который невозможно, конфликт по, скажем, по файлу, который невозможно разрешить, сказавши, а ты переименовывай. Потому что любая из этих программ должна называться «Синдмейл». Или что еще у нас есть из такого часто встречающегося по части альтернатив? Да, это, правда, у нас сейчас не используется в Альте, но когда-то было, да. Например, дефолтная версия программы или библиотеки. Как я уже говорил, может так случиться, что в состав операционной системы будет входить несколько, как правило, две, старая и новая, программы или библиотек с одинаковыми, но разных версий. И тогда было бы очень неплохо договориться о том, какая из этих программ воспринимается как программа «Просто», а какая из этих программ воспринимается как программа «Точка номер версии». Ну, грубо говоря, у вас стоит два разных питона, один называется питон, а другой там питон 2.7.12. Ну, в Альте нету альтернативы. А, есть, еще как. Потому что ВИМ может быть собран с таким графическим интерфейсом, с сяким графическим интерфейсом. Кстати, да, вот пример программы, которая действительно обслуживается альтернативой. То есть, у нас есть несколько программ, которые называются поодинаковому. Мы должны сделать так, чтобы иметь возможность их установить и просто решать, какую из альтернатив мы сейчас используем. Это тоже свойство пакета. Вернемся к понятию обновления. На самом деле, такая простая штука, как понятие обновления, ну, на самом деле, и зависимость тоже. Давайте зависим. А, давайте вот что сделаем. Давайте переформатируем этот текст. Давайте мы договоримся о том, что у нас есть понятие установщик, да, пакета. И вот что он умеет. О, альтернатива. Кажется, все. Упс. Это слово «альтернативы». Вот. Смотрите. Значит, еще раз. Это программа, которой мы даем файл с пакетом. И говорю, установи этот пакет. Или установи его вместо более старого пакета. Или удали мне пакет, который у тебя там в базе данных твоей, значит, зарегистрирован. То есть, вот все, что здесь написано, наш установщик отлично обслуживает. В случае, если есть какая-то зависимость, он говорит, так, вот этот пакет нельзя установить, потому что есть зависимость. Мы говорим, а, ну хорошо, установи два пакета, установи три пакета, и все хорошо. Давайте попробуем что-нибудь такое установить. Такое несложное. Для этого нам надо забраться на какой-нибудь сервер и прямо оттуда скачать пакет. Сейчас, 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 про Абгет я расскажу. Я как раз хочу показать, в чем смытый с крысла разделение инструментов на установщик и пакетный менеджер. Установщик занимается файлами. Установить файл, удалить файл. Ну, в смысле, установить пакет из файла, удалить пакет установленной системе. Вот. И фактически установщик обслуживает все, что мы описали в понятии package. Да? Нам ничего с точки зрения пакета больше не нужно. На самом деле, мы отсюда упустили одну важную деталь, которую я упустил ее намеренно. На самом деле, так исторически сложилось, что та же самая программа, которую устанавливают, она еще может собрать пакет из исходных текстов. Вот. По сути, это абсолютно другая задача. Совсем. Но поскольку, скажем так, 30 лет назад, 20, в 90-е годы, пакеты чаще всего все-таки собирали из исходных текстов, чем устанавливали из бинарных, потому что бинарники, в силу известных причин, вряд ли по-человечески заработали на нашей машине. Вот. То это был такой вот инструмент, который делал и то, и другое. Вот. Сейчас же я лично, наверное, ни разу, ни разу не собирал пакет из исходных текстов в хост-системе. Вот. Вообще ни разу. Вот. За последние несколько лет. Я это всегда делаю в сборочнице. Ну, в общем... Да, вот. А кто это недавно делал, убедился в том, что этого делать не стоит. Хорошо. Линс какой-нибудь есть? Не, а, е. Что, тоже нет? Хоть что-нибудь есть? Есть. Что, немного хттп сказать? Динс. Так. Что у нас тут? П7? П8? Нет, не сюда. Вот мы, значит, берем какой-нибудь пакетик. Эй, их тут много. Их там много тысяч. Ну, какой-нибудь поменьше. А, что там не было? ЛФТП не было? О! И пытаемся его установить. Устанавливаем мы его с помощью пакета, с помощью программы установщика, который в случае Альфинукса называется РПМ. Вот. Расшифровывается как RedHat Package Manager. Ну, во-первых, он не только RedHat, во-вторых, он не Package Manager. Поэтому не обращайте внимания. РПМ обладает всеми свойствами установщика, который и поддерживает все, что мы сейчас захотели от пакета. За исключением, как я уже упоминал, специально выделять конфигурационные сценарии РПМ не умеет. Предустановочный сценарий, то есть сценарий, который запускается перед установкой пакета. Постустановочный сценарий, то есть сценарий, который запускается после установки пакета. Предудалятельный сценарий, который запускается перед удалением пакета. Например, остановить соответствующий сервис. Постудалятельный. Вот это все есть. А конфигурационных сценарий в РПМ нет. Ну, нету и нету. Хотя, может быть, это и да. Так, ну хорошо. У нас есть пакет. Сейчас мы установим. Вот он, ЛФТП Вот он сейчас пожужжит немножко Он жужжит диском И скажешь, что все хорошо Минус В? Ну давайте Нет, давайте сначала так Потому что я видел людей, которые устанавливают пакеты Говорят, я устанавливал, у меня ничего не вышло Вот Он сейчас там маны перестраивает еще, я знаю Я бы хотел, конечно, какой-нибудь пакет с зависимостью поставить Чтобы он не поставился У меня просто в голову не приходит Короче говоря Давайте я пока поищу какой-нибудь пакет с зависимостью Пока он ставится Вот он ставится, он сейчас ничего не скажет Скажет, что все хорошо Что там? Минус requires? А нет, минус R, RPM Минус R, ну допустим Что ему надо? Ничего ему не надо Хороший пакет, годный Прям совсем ничего Хорошо Хорошо А Елинг Тоже ничего не надо Так, что он там поставился? Нет? Нет Что-то делать Надо было подготовить какой-нибудь заранее Давайте еще посмотрим список Ладно, давайте пока Мне может придет в голову пример правильный А пока посмотрим, что умеет еще RPM У RPM умеет посмотреть список пакетов Вон они все Их тут много О, тут пиджин какой-то RPM умеет Выводить паспорт пакета Вот Где написаны всякие интересные вещи Что это такое? Когда собраны? Где собраны? Краткое описание Вот RPM умеет выводить зависимости пакета Естественно, он их знает Вот Значит, зависимости существуют на пакет На файл На библиотеку То есть нам нужна библиотека Которая предоставляет некую функциональность Вот За недостатком времени я пока не буду рассказывать Что вот эта страшная штука означает Вот Если Если мне этого времени хватит Скажем, в следующем семестре То расскажу Или на следующем занятии На следующей На следующей лекции Если хватит Вот Короче Нужна вот такая библиотека Которая предоставляет вот такую функциональность В количестве Вот Какой-нибудь Гобжик А Purple у нее есть? Панга Это Каспел О, Red Purple Окей Тем временем эта штука установилась Ничего не сказала Обратите внимание Установка пакета произошла успешно И это означает, что на самом деле Все уже произошло Мы просто этого не видели И у нас теперь LFTP просто есть Вот Давайте мы теперь Попробуем сделать так Мы удалим Минус E Попытаемся удалить пакет Repurple Purple Не установлен А как он называется? Я, может, не то сказал? Repurple, да, понятно Так, он говорит Не, не могу Все, как мы просили Да, установщик Пакета Говорит, что Я не могу удалить пакет Repurple Потому что ему нужен Pigeon Окей Давайте удалим и Pigeon тоже А, есть еще один пакет Который называется PigeonLibNotify Который Который Без него Без Pigeon не работает Вот теперь все три пакета удалить можно Самое неприятное начинается Вот после этого Потому что мы сейчас Хотим, допустим, скачать Установить этот пакет Хорошо Вернемся Да, я мог бы скачать Мне почему-то показалось Что так прикольно Вот мы скачаем этот пакет Какой-нибудь Да Да хоть тот же Хоть тот же Pigeon Хоть тот же Pigeon Вот он Так Вышли Тем временем тут все удалилось Отлично Попробуем установить этот пакет Как вы думаете Он остановится? Но очевидно нет Потому что ему нужно Еще вот эти два Было Неудовлетворенные зависимости Неудовлетворенные Неудовлетворенные И вот тут Мы понимаем Что что-то не так С этим нашим установщиком Пакетом Потому что смотрите Он говорит А мне нужно еще Еще люперку Я скачаю люперку Он скажет А мне нужно еще 100-500 каких-то других библиотек Я их скачаю Он скажет А мне еще нужно Вроде бы Мы Все что нужно Все формальные Формальные Требования Выполнили Но оказывается Понятие установки И удаления Это не понятие Связанное с одним пакетом Это понятие Связанное с пакетной базой Вот Мы люди Здесь Еще хорошо Работается Здесь можно понять Чего ему нужно Терпит Пакет Какие для тех Да А то он скажет Не могу Потому что нам нужна Там Нет Так это Хорошо Что он так ругается На самом деле Там-то написано Липперкул равняется Чему-то Да-да-да И где она лежит Черт его знает Но Просто мы так не делаем Файловые зависимости На библиотеке За это бьют по пальцами В нашем сообществе Просто Ну потому что Так нельзя Вот Ну Сторонние пакеты Я такие видал Где прям Зависимость на лип Что-то Точка Что-то Версии Такой-то Прям Точка О Давайте мы что сделаем Лфтп удалим И снова поставим С ключиком Минус В Да Или это долго будет А давайте мы Сначала удалим С ключиком Минус В Как-то не установлен А я его уже удалил А Он уже удалился Тут тем временем Он быстро удалился Хорошо Где там был Во Минус В Да ВХ Большой Маленький А Видали триггеры Что-то такое происходит Давайте быстро посмотрим Что происходит Ничего не происходит На самом деле Там где-то должен был Ман подготавливаться А он уже удалился Он уже установился Слишком быстро произошло Короче говоря Поскольку у Лфтп Есть Ман В момент его установки Запустилось Запустилось Ну давайте мы это Еще раз сделаем Я думаю мы это увидим Мы здесь вот прям скажем Запустим топ А кстати что сейчас происходит Мне еще раз когда он не удалил Он там не все удалил И поэтому остановился Тоже так быстро Очень может быть Давайте попробуем О Гткад Видать у этого Лфтп Есть какая-то иконка в десктопе Ман ДБ Видать у этого Лфтп Есть Ман Пэйч Это все Это все хуки Которые Это скажем так После установочные сценарии Но это после установочные сценарии Не приложенные к пакету Они возникают по факту того Что с пакетом приехала иконка И что с пакетом приехал Ман Пэйч Вот И это можно кстати проверить Вот Маны Из наличия Манов следует Что будет запущено Обновление базовых данных Манов Вот И вот здесь где-то должен быть Вот А вот эта вот Иконка Точнее десктоп файл Из этого будет Из этого будет Из этого следует Что будет запущен Хук Который обновляет Еще и Кэш десктоп файлов Больше тут ничего такого нет Ну и сами иконки Но сами иконки Как раз не столько важны Сколько наличие десктоп файлов Вот Давайте посмотрим Минус ку Минус минус скрипт Лфтп Никаких собственных Остановочных скриптов У него вообще нет Все это делалось Хуками Окей Давайте тогда вернемся К нашему К нашему требованию К пакетам И введем понятие Пакетный менеджер Диспетчер Лучше слово диспетчер А то слово менеджер Да Диспетчер Дисперчер Дисперчер Что С чем мы столкнулись Когда пытались Пользоваться РПМ Для установки Удаления пакетов С тем фактом Что нам нужно Не только про один пакет знать Но знать вообще про все То есть Возникает новое понятие Хранилище пакетов Пакетов В котором Хранится полная информация Обо всех пакетах Которые есть Об их зависимости Вообще обо всем Соответственно Наш диспетчер Должен уметь Лазить в это хранилище Да А именно Какую А Вы хотите сказать Что Виды зависимости Мы не написали Хорошо Давайте напишем Значит Мы уже видели Несколько видов зависимости Вид зависимости На файловые На пакет Для работы пакета Нужен другой пакет Вид зависимости На файл Для работы пакета Нужен конкретный файл Например конкретный бинарный Из какого пакета он приедет Не мое ума дело Вид зависимости На библиотеку Или модуль Другого языка Программирования С конкретным Версией Или более тонкой настройкой На самом деле Например В качестве версии Мы можем понимать Список предоставляемых Имен Этой библиотекой Библиотеку На что еще На произвольный объект На произвольный Неизвестно что На произвольную сущность На нечто На сущность Нет Нечто Один пакет предоставляет Нечто Говорит Провайц Почтовый сервер Почтовый сервер Второй говорит Requires Почтовый сервер Это не файл У этой штуки Нет аналогов В файловой системе Но у этой штуки Есть Собственное именование Зависимости Которое будет предоставляться И соответственно требуется Вот Да Теперь значит Относительно Хранилища Что Собой должно Представлять Хранилище Во-первых Индекс Всех пакет Во-вторых А собственно Все Кроме индекса Нам еще Хранилище Ничего не нужно Мы потом В следующий раз Будем говорить Технологически Что должно Происходить В хранилище Это совершенно Отдельная тема Что должен уметь Диспетчер Он должен уметь Например Составлять Деревозависимости По пакетам Исходя из Соображений В каком Хранилище Они лежат Деревозависимости Граф На самом деле Конечно Если мы говорим Об обновлении То Эти зависимости Еще Должен уметь Принимать решение Относительно Того Какой пакет Новый Какой старый Допустим У нас Более одного Хранилища Соответственно Мы видим Сразу Несколько Пакетов Различных Версий Сравнение Версий Сравнение Версий Умеет Также Естественно Установщик Давайте Мы Тогда Где-нибудь Тут Уберем Это Отсюда Напишем Это Вот сюда Это Дело Установщик Сравнивать Версии Иначе У нас Будет Двойная Бухгалтерия А вот Вычисление Множества Пакетов Которые Требуется Установить По Обновлению Или удалить По обновлению Удалению Установки Замыкание Множества Пакетов Замыкание Удаление Установки Или то же самое Обновление Кстати Я еще одно Вспомнил Свойство Довольно Забавное Связанное С установщиком Оно Следует Как раз Из того Что Обычно Одна транзакция Установки Пакета Это не Просто Обновление Системы Допустим Это не Просто Установка Одного Пакета Вместо Другого Это Установка Целой Пачки Пакетов Вместо Целой Пачки Других Это Свойство Необязательное Установщика Но Очень Желательно Представляете Ситуацию У вас Обновилось Вы Совершаете Довольно Массовое Обновление У вас Обновилось 500 Пакетов И К каждому Из них Есть Монпейдж Сколько Раз Будет Запущен Хук Который Обновляет Кэш Монпейджи Понимается Да Ну потому Что Они Пришли Нам НДБ Как Все Другие Люди Вот То есть У вас Должна Быть Возможность Определение Таких Кумулятивных Хуков То есть Пост Установочных Или Предудалятельных Вообще говоря Таких Сценариев Которые На одну Транзакцию Выполняются Один раз А не много Вот То есть Понятно Да То есть При установке Каждой библиотеки Нужно запускать LD-конфиг Но по-хорошему При установке Десяти Библиотек Или тысяч Библиотек Нужно Один раз Запускать LD-конфиг Это Как бы Назвать Как бы Это Назвать Слово Кумулятивные Мне не нравится Наверное Отложные Да Ленивые Да Триггеров Мне нравится Слово Идемпатентный Помните Да Что такое Идемпатентный Да 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 Идемпатентный Идемпатентная Операция Это такая Операция Про которую Не важно Сколько раз Она применена Если она Одинаковая Ну например Запись Определенного Значения В определенное Место диска Это не важно Сколько раз Вы записали Определенное Значение В определенное Место диска Один раз Два Три Десять Все равно Результат Один и тот же Это не важно Сколько раз Вы запустили Триггер Перегенерации Манпейджа Один Два Три Десять Результат Один и тот же Вот На самом деле Чуть ли не Главным Свойством Диспетчер пакеты Не главным, но одним из главных свойств Является знание того, где эти пакеты на самом деле лежат И откуда их брать Доставка РПМ ничего не знает про то, откуда брать пакеты Если бы он знал, он бы их взял Понимаете, да? Более того, вот в этот индекс Вообще говоря, входит соответствие В понятии индекс входит соответствие файла В котором лежит пакет И настоящего названия пакета Которого будет самоназываться в базе РПМ на самом деле даже этого не знает Мы не можем сказать РПМ РПМ, установи мне пакет, ну не знаю, питон Нет, мы должны сказать файл Который называется вовсе не питон А там питон, там два, трали, вали Вот это все Диспетчер пакетов, в отличие от установщика пакетов Как раз будет знать, как называется пакет Что еще? Пока не знаю Давайте попробуем воспользоваться этим диспетчером Да, значит, в Altrimaxe традиционно используется Red Hat Package Manager в качестве установщика И Advanced Package Tool из Debian в качестве диспетчера Вот Почему так случилось? Так случилось исторически Потому что к тому моменту, когда сообщество уже достаточно неплохо сложилось там за первые два года существования Альта Именно потому, поскольку сообщество уже сложилось Основным установщиком и таким главным установщиком был РПМ Потому что в 2000-м году Альт был сделан из Мандрея А Мандрея, он в свою очередь Red Hat Base Значит, РПМ Но еще много лет спустя Лет 10 С тех пор никакого нормального инструмента, который выполнял функции пакетного диспетчера Кроме АПТ из Debian просто не было Вот Поэтому вариантов не оставалось Либо все делать руками, либо использовать АПТ И очень долго мы фактически были АПТ-стримом Той части АПТа, которая работает с РПМом сейчас И у нас вообще был свой собственный АПТ в результате Сейчас вроде бы ведется большая работа, чтобы поддерживать только АПТ РПМа А сам АПТ использовать АПТ-стримный Ну, в общем, вот Значит, что касается АПТа, то у АПТа, собственно, его функции Функции диспетчера пакетов следующие Работа с хранилищами Составление индексов Составление замыканий Доставка И, собственно, вызов установщика Вот Как это выглядит в системе? В системе это выглядит примерно так У вас есть Не попал У вас есть Опять не попал Может, я что-то не то нажал Может, там русские буквы Да, точно И не мог попасть Что характерно У вас есть достаточно простой настроечный файл Который лежит в каталоге Можно даже так сказать САПТ СОРСЛИСТ Вот он Он, правда, пустой, да Потому что есть По схеме .d сделанные под каталоги Смотрите У вас может быть более одного хранилища Подключено к вашей системе Более того У вас, скорее всего, подключено более одного хранилища Сейчас расскажу, почему Но и этого мало Допустим Базовое хранилище вашего дистрибутива Которое вы используете Находится на том конце земного шара А вам хочется какое-то более близлежащее использовать Тогда вы берете Создаете несколько разных конференций Вот, кстати, какой сейчас Ага, здесь ни одного нету Вот, кстати, типичный пример Базовый хранилищный FTPL Linux 40 Куда я сейчас заходил Но у нас на факультете есть зеркало Вот оно Что? Отдельно А, это мы сделаем пальцем мною Потому что это P8 Был бы он в Сизифе Он же бы приехал Назывался бы МСУ-лист То есть надо обновить просто А, оно же тут лежит Это я тормоз О, точно Ну, спасибо, да А это сделаем пальцем Значит, как устроено определение хранилища? Да очень просто Вы пишете, какого формата пакет Скорее всего, РПР в Альте Вы пишете, кем подписаны пакеты Это хранилище Это, кстати, важная вещь Когда вы говорите про Когда не вы принимаете решение о доставке Видимо, надо это отредактировать Этот кусочек Вот Смотрите Поскольку Поскольку доставка Постольку и проверка подписи Как это? Аутентичность Потому что Так-то, ну, вы сами себе Злобный Буратино Скачали Черт знает откуда Пакет установили Его Он вам взорвался Ну, пожалуйста Вы этого хотели А так вы, собственно Говорите Я доверяю вот тому репозиторию И, пожалуйста Установщик Вернее, диспетчер Проверяй вот что там Вот Хотя, в принципе Установщик тоже имеет Проверять Собственно, именно он и проверяет Установщик проверяет Цельность Конкретного пакета А диспетчер проверяет Аутентичность репозитория Хранилища Ну вот Короче говоря Кем подписаны все пакеты Почему он ХТДП А не ХТДП А зачем? Пакет все подписан Нам не нужна Нам не нужна Надежная Защищенная доставка А вам что-то работает По смехмиссам? Она работает Конечно Вот Дальше у вас идет Адрес Вашего хранилища Дальше у вас идет Так называемый Тип хранилища На самом деле Это, как видите Кусок просто пути К тому месту Где оно лежит Вы это видели? И дальше Идет так называемый Раздел хранилища Ну, в принципе Это интересно Если у вас, например Есть несколько команд Которые работают Над Одним и тем же Ну, например У вас есть часть Мегазащищенная И вся остальная Значит, мегазащищенная Будет лежать в одном разделе Вся остальная В другом Или у вас, например ТТ-медориентированный Дистрибутив Вы собираете страшные игрушки Одна занимает гигабайт Другая 2 гигабайта Если пользователь Не хочет им пользоваться Этими игрушками То он просто Не подключает Хранилище с игрушками Да, в случае Если, допустим Вы Дебиан У вас есть очень строгая Полис Относительно того Какие пакеты считаются Свободными А какие не очень Свободными Если, допустим Их лицензия Несовместима С Да, с идеологией Дебиан Но при этом Она допускает Распространение Пакетов из хранилища Значит, у вас будет Один хранилище Фри Один ноль В случае Современного состояния Дела Какой-нибудь Убунты У вас есть Вася Пупкин Который говорит Я предоставляю вам Самые лучшие В мире пакеты Значит Можно это даже оставить Да Значит, самые лучшие В мире пакеты Подключайте мое хранилище И наступит вам счастье Вместо счастья Вам наступит В общем, кирдык Когда Вася Пупкин Перестанет предоставлять Какие-то пакеты Или просто о них позабудет Вот Но, тем не менее Это довольно частая ситуация Вы заходите на какой-нибудь Сайт какой-нибудь производителя Там говорят О, а вот-вот Репа под Убунту Тыкайте сюда И у вас Вот в это место Или в похожее место Вписывается еще и хранилище В котором хранятся Конкретные пакеты От конкретного производителя Мы в следующий раз Поговорим Насколько это хорошо или плохо Вот А пока что Собственно все Да Какие есть Два Главных Подразделения У Пакетного Диспетчера Это работа с Самими хранилищами И работа с пакетами Которые берутся Из этих хранилищ Традиционно Правда сейчас По-моему уже От этого в Дебяне отказываются Апт состоял из двух кусочков Апт-Гет и Апт-Кэш Уже отказались Ну потому что Трудно вспомнить Что из них что Вот Но в принципе В принципе понятно Значит все что ходит Наружу И Залезает в хранилище И оттуда что-то скачивает Называется Апт-Гет А все что работает с локальным С локальным кэшом Называется Апт-Кэш Да Традиционный 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 метод Это Апт-Зепузе Конечно Апт-Гет-Апдейт Который собственно Зайдет на Соответствующее хранилище Скачает оттуда Все индексы Вот они А нет Вот этот индекс Вот Это информация О Это информация О хранилище А это индексы Видите Немалый индекс Например 19 мегабайт Одних только индексов Построит дерево Вот он строит дерево И у вас будет Адекватное представление О том Какое содержимое Пакетов Лежит Ваше хранилище Вот Традиционно Альтовые деревья Строятся довольно долго В силу Как раз Вот Более тонкой Более тонкой Более тонкой Понятия зависимости Теперь вы можете Пользоваться Программой Апт-Кэш Который Вот по этому Локально построенному Дереву В которой содержит Имя пакетов Весь паспорт Пакета Зависимости Ну допустим Нет за это Search Что там Пиджин Который мы удалили И не установили Ну оказывается С этим Пиджином Тут целая куча всего Вот Давайте попробуем Установить Апт-Гет Инстал Пиджин А нет Давайте сначала Попробуем Апт-Кэш Что он требует What requires Депенс 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 Вот он вам Выводит Список всего Не прямых Зависимостей А все дерево Что может потребоваться Для этого Важного пиджина Для установки И прям всякое вот такое Такое Сякое Библиотеки Конфликтует Видите Есть еще Помимо понятия Конфликтует Еще понятие Вытесняет Ну Видимо придется В следующий раз Об этом поговорить А то мы уже Да Ну вот Теперь давай Установим Для того чтобы Установить его Надо скачать А то что скачивает И работает внешне Называется Апт-Гет Ну нет Не первые Не каждого Вы забываете Про этих Гентушников У них совсем Другие первые команды Вот Видите Он ставит Сразу два Пакета А давайте мы Попробуем Даже побольше Поставить Какой-нибудь Пиджин Что у нас там было Любинтифай Начинающие тоже Бывают Гентушники Ну что вы Некоторые даже Остаются Начинающими Всю свою жизнь Вот Видите Три пакета То есть Вот эта задача А Определить Дерево зависимости Б Понять Откуда их забирать И вы Собственно Скачаете Вот она Решается Обратите внимание Вот на это Сообщение Которое нам Возникает Нас предупреждают Что мы Три пакета Установим Вместо одного А еще Мы 56 пакетов Не обновим Оказывается За время Когда я Последний раз Все это Продерживал В нашем Стабильном Хранилище Которое называется П8 Произошло 56 обновлений Сейчас нам Новый Firefox Приедет И это И это Собственно Последнее Что я Хотел Сказать На сегодня Относительно Того Что делает Что делает Диспетчер Пакетов Он занимается Обновлением Всей системы В целом Говорит Так А ну-ка Вычисли мне Новые Зависимостью Новых Пакетов И если Есть Более Новые Версии Поверх Более Старых Устанавливай У этой Операции Есть Одна Подводная Грабля Большая И толстая А что Если В результате Такого Обновления Потребуется Пакеты Удалять Например У вас Обновился Пакет Он требует Новой Версии Библиотеки А еще Есть Старый Пакет Который Требует Старой Версии Библиотеки Что Делать И он Не Обновился Еще Вы Не Можете Поставить Две Одновременные Версии Библиотеки Если Специально Не Разрулены Конфликты В этом месте Значит Какого Из них Нужно Удалить И вам Будет Об этом Сообщено Отдельно Что При Таком Обновлении Будет Обновлено Вот это А вот это Будет Хранилища Для них Уже Нет Соответствующих Пакет Вот Вы Можете Конечно Плениться И сказать Так Обновить Только То Что Не Требует Удаления То Что Называется Upget Upgrade Вот Не Советую Этого Делать Никогда Потому Что У вас Получится Пакетный Состав Абсолютно Уникальный Которого Нет Ни У кого Больше В мире У вас Есть Какие То Старые Пакеты Какие Новые Пакеты Какие То Не Обновленные Пакеты Какие Обновленные Если При этом У вас Что-то Перестанет Работать Ну Кроме Себя Самого Жаловаться Будет Некому А вот Если У вас Перестанет Работать Текущая Система Поставленная Из текущей Копии Хранилища Особенно Хранилища Стабильного Где Комьюнити Следит За тем Чтобы Все Работало У вас Будет Кому Пожаловаться Так что Правильно Команды Дист Апгрейд Но Только Все Рано Читайте Что Он Предлагает А то Мало Лишь Что Сейчас Мы Почитаем Ничего Он Не Будет Удалять Смотрите Он Обновил Драйвер NVIDIA Который Вообще Неизвестно Зачем Стоит На Этой Машине Он Обновит Этот Самый Подсистему Самбо Которая Умеет Раздавать По сети По разным Хитрым Протоколам Файлы Принтеры Эти Самые Идентификации Вот Он Оу Он Обновит Демон Систем Д Оу С трепетом Жду этого Не знаю Что получится Вот Он Обновит Внезапно Файловый Менеджер Ну и Ладно И кое-какие И кое-какие Библиотеки В количестве Вайн он Еще Обновит В общем Не вижу Ничего Страшного А Файфокс Обновит Я говорю Нам Новый Файфокс Приедет Новый Старый Файфокс Вот Теплый Ламповый И смотрите Кому-то из них Понадобятся новые библиотеки Вот кто-то из этой компании Теперь собран вот с этим Ну Очевидно Систем Д Собран с люб Систем Д Это я думаю Что А вот Кто вот эти такие Я не знаю И в общем-то И знать не хочу Что он делает Вот сейчас он скачивает Эти библиотеки Сначала Все эти файлы Фурфокс Он скачивает А Вот она Это 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 Скорость Вай-фая Да 2 мегабайта В секунду Это скорость Нашего Вай-фая Вот Ну мы подождем Тут Осталось По его прогнозам Всего Как это 30 секунд Авторемоф К сожалению Для этого У нашего Установщика В базе Должно быть Понимание Того Как установлен пакет Непосредственно Или по зависимости У РПМ У РПМ4 Такого свойства нет Поэтому Авторемоф В случае РПМ Безет Дистрибутива Невозможно У Авторемоф Есть Несколько Неприятных Вещей Вот Которые Все сводятся К одному Предположим Я хочу Поставить Я накатил Базовую Операционную Систему А теперь Хочу поставить КДЕ Там Офисный Пакет И там Не знаю Набор Для разработчика Девелопмент Тулс Ставлю Три Пакета Три А за За ними Приезжает Все остальное Да Значит В этом случае Авторемоф Как по-моему Тоже работать Не будет По-человечески Потому что У нас У меня Все пакеты Окажутся Поставлены По зависимости То есть Есть такое Тонкое место А группа Это группы В Федоре Нет авторемоф Ты можешь Просто удалить Группу В Федоре Если не ошибаюсь Есть группы На удаление Специальные Такие пакеты Которые ты удаляешь Они с собой Выносят И все Все что От них Зависит Ну Дешево Пластиковая Имитация Авторемоф Поэтому Вот С авторемоф Я Ну Вернее Так Что значит Я В Сочи РПМ Дистрибутив Он непосредственно Не работает Тем временем Пакеты Были скачаны И он Потихонечку Ставит У меня тут Отчаянно Моргает Винчестер Потому что Стоит он Их туда Вот Сейчас запустится Триггер Причем Вот сейчас Я думаю Еще будет И да Видите Здесь запустился Либо пост Пост Инсталляционный Скрип Либо триггер Который должен Отрабатывать Сразу Некумулятивный Вот И вот здесь Тоже Причем Видите Это точно Некумулятивный Триггер Потому что Мы переставили Удев Он Перезапустил Систем КТЛ На предмет Того Чтобы Рульзы Перечитались И мы Поставили Какое-то Еще Дополнение К этим Рульзам И он Опять Его Перезапустил Ну Разумно Вот Вообще Говоря Еще Ядро Обновилось Слушайте У нас Уже Время Совсем Прошло А про Обновление Ядер Я ничего Не сказал Оставить На следующий раз Мы успеем За следующий раз Все Неудобно делать Длинную лекцию Слушайте Нет Не буду Давайте я попробую Все упихать В следующий раз Тем более Что у нас Не лекция по разработке Поэтому разговор Про хранилище Он в общем Будет упираться Всего лишь В обслуживании Вот этого Мы не будем Говорить Как именно Устроено В хранилище Соблюдение Его консистенции Например Мы будем Вылично Это устроить Вот Давайте тогда Не забудем Про Обновление Ядер Вообще Про всякие Хитрости Связанные А в других Операционных Системах Не надо Обновлять Ядро Оу И после этого Я И предыдущая Третья Удаляется Ток не надо У всех по-разному Я видел Чем это заканчивается Это автоматическое Обновление Ядра Вот Автоматическое Обновление Ядра Часто Вот Пошли 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 Триггеры Которые Запускаются В конце Автоматическое Обновление Ядра Если при этом Не произошло Автоматическое Обновление Проприетарного Модуля Видеокарточки Заканчивается Очень плохо В Федоре Не бывает В Бунте Бывает Да Вообще Не бывает Точно А в Бунте Бывает В общем Это опасная штука Автоматическое Обновление Ядра Мне Мне Не нравится Все Слушайте Если есть Какие-то Вопросы Задавайте А то У нас Так Время Дофига Смотрите А вот Видите Именно поэтому В DBA Передоговорились И все Называется Теперь Апт 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 Это штука Которая Ходит По сети Куда-то Для выполнения Своих функций Апт Кэш Это функция Которая Входит В локальные Кэши Апт Кэш Окей Нет Смотрите Вот смотрите Смотрите сюда Мы Ровно Про это Сегодня Говорили Всю лекцию Вот это РПМ РПМ А вот это Апт ДПКГ ДПКГ он называется Собственно Вся сегодняшняя лекция Как там Как это называется В Федоре Юм Юм Только он уже не Юм Это ДНФ Он называется ДНФ Обзю и зиппер Обзю и зиппер Да А То есть получается ДПКГ Вызывается Апт Которая Апт Установщиком Является ДПКГ Вот эти функции Выполняет ДПКГ Вот эти функции Дополняет Установщик пакета А вот эти функции Выполняет Пакетный менеджер Если Я забыл В чем А РПМ5 В РПМ5 Стали это нарушать И стали вставлять В РПМ Функции Функции диспетчера И это в общем Они сами себя закопают Конечно А Вот То есть Писал апкет Да он своими Триггерами Дальше Дернул ДПКГ Да не триггерами Дернул Просто дернул Его и все То есть Установка пакета Это свойство Установщика пакета Вот Удаление И обновление И даже Отложенный запуск Да А Вычисление Зависимости Доставка Пакета Индексация Обновление Кэшей Вот это Свойство Диспетчера На самом деле Как-то Достаточно Подиблимно Получается Устроенный Урунти Как минимум Потому что Ну Ну Просто пишешь Абукет Настал Пококо И он тебе Пококо Поставил Так я так сделал Где он Вызвал ДПКГ А зачем Зачем это знать Обычному пользователю Ну Интересно же Что там Шуршало Вот оно Обычный Пользователь Вообще Собственно А да Слушайте Обычный Пользователь Тычит Волшебную Хрень Под названием Под названием Нет Нет Центр приложений Центр приложений Центр приложений Да О Слушайте Хватит уже Значит Все Зазавайте вопросы Если они есть Нету Спасибо Значит Следующий раз У нас последняя лекция К следующему разу Будут темы экзамена Вот Через раз у нас экзамен Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому